МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа «Республика». В студии Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Новый ручеек. В поселке Бурнар открыли детский сад Ясли. К праздникам готовы. Администрация города проверила школы и садики на противопожарную безопасность. Преступление неслыханной дерзости. Чувашские оперативники расследуют дело по ограблению ломбарда. Президент страны Владимир Путин провел сегодня заседание Госсовета по вопросам образования. В обсуждении участвовал глава Чуваши Михаил Игнатьев. На традиционном декабрьском заседании Госсовета обсуждали, как дальше совершенствовать систему общего образования страны. В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в этот раз собрались члены российского правительства, главы регионов и даже рядовые учителя. Президент России отметил, что российская школа в ближайшие годы должна стать одной из самых лучших в мире. К этой цели необходимо двигаться поэтапно. За 10 прошедших лет в рамках национального проекта образования удалось решить немало проблем этой отрасли. Намного улучшились условия обучения детей. К интернету сейчас подключено большинство школ. Выросла заработная плата учителей. Все мы хотим, все без исключений, чтобы наши дети были лучше, чем мы. А для этого мы обязаны обеспечить им соответствующий уровень подготовки в школу. Вот для того, чтобы это произошло, нужно не снижать внимание учителя. И теперь вот этот уровень среднего экономики заработной платы для учителей стал положением закона. Его нужно выполнять, несмотря ни на какие, даже объективные трудности. Необходимо, отметил Владимир Путин, освободить учителей от бумажной волокиты с отчетами. В ближайшие годы в регионах должна быть сформирована общенациональная система профессионального роста преподавателей. Оценивать работу педагогов также нужно по-новому. Еще одна задача, которую поставил президент, сократить количество проверок в учебных заведениях страны. Министр образования и науки Дмитрий Ливанов отметил, что Чувашия эти планы реализует. Систему образования республики он назвал показательной. Во всех, без исключения, выступлениях была отмечена позитивная динамика, было отмечено то, что очень многое сделано. Но, конечно, есть очень много проблем, очень много вызовов. И прежде всего то, что благодаря демографической политике, ее результатам у нас растет население, в том числе и число школьников. И очень важно создавать новые места в школах на сменный режим. Но республика Чувашия по многим показателям в числе лидеров в Российской Федерации. Поэтому здесь у меня абсолютно убежденность в том, что система образования Чувашия будет развиваться. Поддержка одаренных учеников тоже выходит на первый план. Работе с молодыми талантами в Чувашии уделяют большое внимание. Результаты налицо. В республике в этом году в два раза увеличилось количество призеров Всероссийских Олимпиад. Участники госсовета отмечают, что в Чувашии создана прозрачная система оценки знаний. По итогам прошедшего ЕГЭ аттестаты получили 97% выпускников. Что касается республики Чувашия, то большие усилия были предприняты и министром, и главой, потому что экзамен проходил максимально объективно. В этом году будет увеличено количество онлайн-аудиторий, чтобы не было никаких вопросов в том, что экзамен проходит честно. Если экзамен проходит честно, ученики учатся, это стимулирует. И учителей более ответственно относиться к своей работе, что тоже очень важно. Поэтому для нас главное, чтобы экзамены проходили объективно, не только по единому государственному экзамену, но и по девятым классам. И вообще оценивание должно быть максимально объективно. Мы с Михаилом Васильевичем, главой республики, постоянно находимся на связи. И я отмечаю просто, как развивается система. Это, кстати, появление новых законов, новых нормативно-правых актов, которые составляют базу работы по защите детства. Ну и все показатели, как статистические, так и экспертные оценки, они только действительно улучшаются. В следующем году из бюджета страны регионам выделят 50 миллиардов рублей на строительство школ. Сейчас в правительстве выбирают достойные проекты. На федеральные субсидии претендует и Чувашия. Новую школу планируют возвести в Чебоксарах, на улице Гладково. Но это только начало. Мы в течение 10 лет, как сказали, 30 общеобразовательных школ построим и новых, и модернизируем. И практически в новых, в современных условиях будут учиться наши дети. Проблему второй смены мы полностью разрешили. Мы создавали и будем создавать учебные центры на базе наших промышленных предприятий, любой в отрасли, это дает возможность не только слушать и слышать учителя и родителей. Это дает возможность детям посмотреть новые современные производства, посмотреть на новые технологии, которые применяются. Именно от властей регионов, отметил Владимир Путин, сейчас зависит, насколько скоро получится модернизировать систему образования. По итогам этого заседания планируют разработать новые нормы и правила. Именно они лягут в основу современной российской школы. Дмитрий Ковалев, Иросль Мухаммедов, Республика из Москвы. Сегодня в Доме правительства прошло итоговое заседание Кабинета министров. Всего в 2015 году правительство собиралось 26 раз. Министры приняли 54 постановления и рассмотрели 512 вопросов. Министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин представил проект закона об изменениях на алкогольном рынке. С 1 января 2016 года организации, торгующие этой продукцией, должны быть подключены к единой автоматизированной информационной системе учета оборота алкогольной и спиртсодержащей продукции, сокращенно ЕГАИС. С нового года факты розничной продажи должны подтверждать юридические лица и индивидуальные предприниматели. Для сельских поселений федеральным законодательством предусматривается отсрочка до 1 июля 2017 года. Покупатель, оплативший купленную алкогольную продукцию, получает чек, на котором отпечатан код. Он подтверждает, что сделка зафиксирована в информационной системе. Это позволяет каждому покупателю с помощью кода с чека и мобильного телефона проверить качество приобретенного товара. В свою очередь, торговое предприятие, оснащенное такой системой, позиционирует себя как продавца только высококачественного и сертифицированного товара. У нас 188 поселений, где нет точки доступа к интернету. Это высокоскоростной интернет. То есть, если 3G, 4G интернет, сотовый оператор он и есть, то высокоскоростной, который позволяет эти сведения отгружать в единую информационную систему, его нет. Даже спутниковый интернет сегодня не обеспечивает гарантированную доставку информации. От обязательства передачи сведений об объеме розничных продаж алкогольной продукции в систему ЕГАИС будут освобождены организации, работающие в населенных пунктах с численностью жителей менее 3000 человек, и в которых отсутствует точка доступа к интернету. По словам Владимира Аврелькина, в течение года необходимо обеспечить 66% территории Чувашии высокоскоростным интернетом. Тогда система ЕГАИС заработает без сбоев. Но проблема внедрения этой системы не только в отсутствии интернета. Необходимо закупить оборудование на сумму 150 тысяч рублей и предприниматели пока не готовы к этой услуге. На заседании Кабинета Министров было принято решение, где в будущем году пройдет День Республики. В 2016 году основные мероприятия по празднованию Дня Республики будут проходить в городе Чебоксары и Аликовском районе. Кстати, Аликовский район был признан победителем конкурса муниципальных районов городских округов на право проведения на их территории Дня Республики. В рамках празднования Дня Республики по традиции пройдет экономический форум, межрегиональная выставка, конкурсы «Русь мастеровая» и «Родники России», фестиваль фейерверков. В планах открытие второй очереди производственной площадки предприятия «Экрам», производства акриловых ванн в Новочебоксарске и других значимых объектов. Кроме того, руководитель администрации главы Чувашской республики Юрий Васильев предложил приостановить до 1 января 2017 года индексацию окладов госслужащим и предоставлением единовременной субсидии на приобретение жилого помещения. Сегодня в Доме правительства подвели итоги конкурсов «Лучший государственный гражданский служащий» и «Лучший муниципальный служащий нашей республики». Профессионализм государственных служащих проверили и подтвердили. Семь конкурсантов признаны настоящими асами своего дела. В этом году конкурс состоял из нескольких этапов, где выявляли профессиональные навыки претендентов сначала на уровне муниципальных образований, затем уже на республиканском. У нас из года в год, начиная с 2012 года, количество участников растет. Это говорит то, что данный конкурс пользуется успехом. Ну и, наверное, как результат в том числе могу отметить, что вот с 2012 года статистика показывает, что текучесть кадров в муниципальных образованиях ежегодно уменьшается. То есть могу сказать, с 2012 года, как начал проводиться конкурс, если была текучесть 13%, то в этом году она снизилась до 8%. Повышение имиджа государственного служащего, а также создание дополнительной мотивации для госслужбы – вот главная цель конкурса. Кстати, в этом году впервые появилась номинация «Лучший молодой специалист». В конкурсе участвовали 17 госслужащих со стажем работы более трех лет. Те люди, которые участвовали в конкурсе, они должны быть в первоочередном порядке рассмотрены при назначении на должности по служебной лестнице. Это первое. Второе. Значит, мы убедились, кроме своей профессиональной деятельности, их мировоззрение, их проектная работа, которую они защищали, выходит за рамки пределов их служебной деятельности. Повышение финансовой грамотности населения. Именно за эту работу звание «Лучший государственный гражданский служащий» присвоили Александре Соболевой. Большое спасибо. Это огромная честь для меня. Большое спасибо комиссии за то доверие, которое вы мне оказали, за присуждение такого высокого звания «Лучший государственный гражданский служащий». А среди муниципальных служащих золото в трех номинациях забрали Ольга Смирнова, Евгения Михайлова и Елена Леонтьева. Каждый из победителей получил дипломы, ценные призы и признание коллег, которое теперь подкреплено новым почетным званием. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев. Республика. В разы дешевле и намного чище. В столице Чувашии вывозить мусор будут по новым технологиям и с помощью иностранной техники. Сейчас в Чубаксарах проходят тест-драйв нового мусоровоза из Германии. Вышедшая из употребления бытовая и кухонная техника, старая мебель, строительные отходы. Этой машине все ни по чем. Новый мусоровоз хоть и спроектирован немецкими конструкторами, но собирается в Орловской области. Вот уже неделю этот тяжеловес проходит испытания нашим мусором. Отходы машина загружает через задний борт кузова. Затем их измельчает и утрамбовывает. Все это занимает одну минуту. Для сравнения, российским машинам на это требуется в два раза больше времени. Вот такая машинка, которая сегодня объемом кузова 15 кубических метров, может себя запрессовать от 35 до 40 кубических метров крупногабаритного мусора. Не секрет, что сегодня вывозится это все самосвальной техникой, тракторными тележками. Это практически вывозится в воздух. Естественно, здесь большие затраты у жилищных компаний. Вот эта машинка позволяет минимизировать эти расходы и сократить их порядка в более двух раз. Это, естественно, скажется и на платежах населения уменьшает их. В тестовом режиме находится и собрат этого мусорного тяжеловеса. Его тоже в скором времени планируют приобрести. А сейчас на улицах города уже работает современный мусоровоз. Сидеть за рулем этого гиганта одно удовольствие, признается водитель машины. Я на этой машине начал работать неделю назад. Я очень доволен. Крупногабаритный мусор очень хорошо прессует. Мне после остается только нажать кнопку. Весь собранный машиной мусор доставляется на полигоны ТБО. Там его повторно прессуют и оставляют на хранение. Кстати, благодаря этому тяжеловесу горожане станут платить за утилизацию мусора в два раза меньше. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. Новый год в новой группе. Сегодня в поселке Вурнары распахнул свои двери для малышей детский сад Ясли, Ручеек. Все ли предусмотрено в дошкольном учреждении для детей, узнали наши корреспонденты. Более 4000 квадратных метров на 8 групп, а это 145 детей, которые смогут расти и развиваться среди сверстников. 80 ребят от 2 до 4 лет уже привыкают ко второму дому. До Нового года все родители получат путевки и садик будет полностью укомплектован. Гимнастические и музыкальные залы, кабинет логопеда и психолога, компьютерные и интерактивные классы. Воспитанникам скучать не придется. До открытия этого садика мы посещали детский сад деревницы Нарпоси Вурнарского района, в трех километрах от поселка. После открытия этого садика у нас, скажем так, жизнь облегчилась. Мы уже неделю ходим сюда. Очень удобно, очень приятно, очень красиво в этом садике. Новое здание построили в рамках государственной программы развития образования, которая стартовала в 2011 году. На строительство садика выделено свыше 86 миллионов рублей. В строительстве использовались только высококачественные, экологически чистые материалы. Здание отвечает всем требованиям. Здесь тепло и уютно. Все для комфорта подрастающего поколения. Пользуясь детским садом, который построен в Вурнарах, я надеюсь, что он будет на радость в первую очередь детям и их родителям. В Вурнаре, можно сказать, завершается проект, который стартовал в республике в 2011 году. Проблема на сегодня обеспеченности детскими садами с 3 до 7 лет закрыта. Я надеюсь, что мы еще на ближайшие годы этот вопрос по обеспеченности детскими садами, возможности родителей водить в детские сады детей в республике закрыли. На территории садика 8 игровых площадок. У каждой группы своя. А также спортивная площадка для общих соревнований. Этот детский сад самый современный в поселке. Мы имеем дополнительные помещения для дополнительных занятий с детьми. Это у нас кружок из-за деятельности будет. У нас кружок кулинарии. Также у нас интерактивный класс имеется. Имеется центр науки и природы, где дети очень с удовольствием занимаются. Сейчас все работающие родители в поселке Вурнары имеют возможность отправить ребенка в детский сад. А это значит, что государственная программа в этом районе выполнена. Екатерина Куприна, Олег Якимов, Республика. В конце декабря, начале января в школах и детских садах Чебоксар проходят больше тысячи праздничных мероприятий. В елках участвует около 70 тысяч детей. Дабы ничто не омрачило новогоднее настроение, в первую очередь нужно позаботиться о безопасности. Как? Узнавала наша съемочная группа. И вот она нарядная на праздник к нам пришла. Красивая елка – повод для радости детей. А для администрации детсада – головная боль. Увешанная электрическими гирляндами легко воспламеняется, а значит, нужно принять дополнительные противопожарные меры. Мы в год проходим несколько раз проверку. Один раз перед принятием учреждения к новому учебному году. И нас инспекторы пожарной безопасности снова проверяют. И сейчас, перед новым годом, это уже специализированная проверка на момент того, чтобы не было никаких возгораний, связанных с тем, что установлена иллюминация, с тем, что установлены елки и другие легко воспламеняющие вещества. Поэтому инспекторы проводят очень тщательный досмотр всех помещений. Все помещения должны быть в хорошем состоянии. Электропроводка и датчики дыма исправны, эвакуационные выходы, незаблокированные пожарные гидранты и огнетушители в свободном доступе и достаточном количестве. На каждом этаже должен висеть план эвакуации и памятки для детей и родителей. Ежемесячно в дошкольном учреждении проводятся тренировочные мероприятия на случай пожара. Ребята знают, как действовать, порядок действия в этой ситуации. По новым правилам на территории школ города запрещено запускать фейерверки. Любителям пиротехники от этого развлечения придется отказаться. Безопасность превыше всего. Анастасия Алексеева, Игорь Зверев, Республика. Ограбление неслыханной дерзости. В Чуваксарах 18 ноября трое неизвестных ограбили ломбард на проспекте Ленина. Сегодня в МВД Республики сообщили, что оперативникам удалось установить личности преступников и задержать одного из преступной группировки. Вот так, без масок и перчаток, буквально ничего не страшась, грабителям удалось вынести драгоценности. Подобного случая в Чувашии полицейские не припомнят. До инцидента в течение недели преступники ежедневно приходили в ломбард и втирались в доверие продавцов. Говорили, хотят приобрести крупную партию золота. По внешности ходили на лица кавказской национальности, не скрывали своих лиц, не было у них перчаток. В связи с чем и был сделан первоначальный вывод, что люди не являются жителями нашей республики. И действительно в ходе первоначальных мероприятий нами уже было установлено, что исходя из практики, что лица, приехавшие сюда, они в любом случае должны были снимать здесь какое-то жилье, где-то проживать. Версия оправдалась. Следствие установило, что грабители приехали из Волгоградской области. Найти их было непросто. Местная диаспора прикрывала своих земляков. В течение двух недель наши оперативники провели служебные командировки в Волгограде. Оперативным путем удалось установить личности всех троих подозреваемых в нападении на ломбард. Один был задержан. К сожалению, двое успели скрыться. Есть информация, что они выехали за пределы страны. Сейчас преступники находятся в федеральном розыске. Анастасия Алексеева, Алена Алтухова, Игорь Зверев, Республика. Каждый народ должен знать свою историю. Без этого невозможно двигаться вперед. Так считает известный чувашский писатель Михаил Юхма. Он стал одним из соавторов сценария документального фильма «История великого народа». Наша съемочная группа побывала на презентации картины. И основал на Балканах сильное государство – болгарское. Балканские болгары в течение времени смешались со славянами и стали терять свой родной болгарский. Автор сценария и продюсер фильма Юрий Михеев признается, что с детства интересовался всемирной историей. А вот знаний по истории своего родного края ему не хватало. В один момент он решил, что о судьбе своего народа должен знать не он один. Так родилась идея создания фильма «История великого народа». Мы сделали такой большой социологический опрос, опросили очень много людей. И оказалось, что из сотен человек опрошенных ни один человек не знает историю нашего народа. Представляете? То есть это для меня было таким шоком тоже. И поэтому родилась история, вообще задумка создать фильм, чтобы люди уже, зайдя в интернет, либо через телевидение могли посмотреть уже в формате, уже телевизионном, уже свою собственную историю. Так, волжские удары стали чумаши, вписав в свою вековую историю, еще одну великую страницу. Работа над фильмом началась полгода назад. Съемочная группа провела много времени в Аксубаевском районе Татарстана, встречалась с историками и местными жителями. «Была очень интересная работа с непрофессиональными актерами, с ребятами из клуба «Русский егерь». Нам очень здорово в этом помогли, им огромное спасибо. Для себя я открыл очень много нового, занимаясь этим проектом. Во-первых, я сам много узнал о нашей родной культуре». На презентации фильма присутствовали известные ученые и историки. Для многих фильм стал открытием. Кто-то увидел в нем несоответствие с историческими фактами. «Мы получили фильм на 80% Чуварский». Этот фильм можно показать и в школе, и в университете. Нюансы там есть, но еще раз говорю, подавляющее большинство – это Чуварский. И болгары мы, и гунны мы, и сувары мы. Я получил большое удовольствие для воспитания, для обучения молодежи, которые совершенно не знают об истории народа. Это будет вообще, конечно, хорошим вот таким примером, который будет крутиться в интернете. Вот этот фильм, мне кажется, нужно показывать. В создании фильма приняли участие историки, археологи, лингвисты. Один из авторов сценария – Чувашский писатель Михаил Юхма. Как говорят создатели, фильм призван избавить общество от споров и мифов. Кто из Чуваши, откуда они пришли, каков их исторический путь. Думаю, это первый фильм, подлинный, правдивый по истории нашего народа. Я не согласен Тафаеву, что много неточностей. Нет, фильм очень правдивый. Они изучили, создавая этот фильм, они изучили подлинники, пересчитывали все, что есть по истории нашего народа. Не исключательные какие-то вещи, а именно исторические вещи. Сравнивали источники с венгельскими источниками, болгарскими источниками, немецкими источниками. В планах создателей фильма перевести его на английский язык. Кроме того, авторы готовят сценарий второй картины, где знакомство с историей чувашского народа будет продолжено. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Игорь Зверев, Республика. В этом учебном году начал действовать новый федеральный стандарт по литературе. Перед школьниками ставится задача не просто знать предмет, но и понимать историческую и национально-культурную ценность литературного наследия. И, конечно, в рамках учебного плана урока понять все это сложно. На первый план выходит внеурочная деятельность. Пример такой деятельности показали в гимназии номер 4. Музы любви. Цикл литературно-музыкальных композиций. Он посвящен женщинам, которые вдохновили поэтов и писателей на создание шедевров. Автор этого цикла – учитель литературы гимназии номер 4 Любовь Гончарова. Воплотили его ученики 10 класса. Познакомились они в рождественский сочельник 1903 года. 14-летняя Анна Горенко была в то время цирско-сельской гимназисткой. На презентацию проекта, посвященного Анне Ахматовой и Николаю Гумилёву, приехала и научный сотрудник музея Ахматовой в фонтанном доме Ксения Меньшикова. У учеников гимназии сотрудников литературно-мемориального музея Ахматовой. Давняя дружба. Литературная гостиная, посвященная Анне Андрею Ахматовой и Николаю Степановичу Гумилёву, она возникла не случайно. Это результат реализации учебно-исследовательского проекта литературными тропами. В этом году учащиеся 10-го А и 10-го Б класса совершили поездку в Пушкинские горы Псковской области, где посетили село Михайловское, Тригорское, могилу Александра Сергеевича Пушкина в Святогорском монастыре, а затем ребята отправились в Санкт-Петербург. Я вообще вас поздравляю, вас поздравляю. Здесь родители, я так понимаю, присутствуют с такими чудесными детьми, потому что, ну да, я сидела и мне хотелось периодически плакать, потому что то, как вы читаете стихи, то, как вы действительно обникли в эту тему. Литературная гостиная – аналог одной из форм вне классной работы, которую активно развивают в Санкт-Петербурге. Именно на это сейчас делается упор в федеральных государственных образовательных стандартах. Вводится федеральными государственными образовательными стандартами – это расширение объема внеурочной деятельности в учебном процессе. То есть ученик должен получать информацию, знания по предмету не только на уроках, но и в рамках иных внеурочных активностей. Например, в рамках литературной гостиной, которую нам сегодня демонстрирует гимназия номер 4. Школьный проект стал своего рода посвящением Году литературы. Он позволил ученикам заглянуть на поэтов Серебряного века с другой стороны, понять, как многогранна российская поэзия. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я, Галина Титарчук, прощаюсь с вами. До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова